мои хорошие после видео про рум-тур поступило много вопросов о том как я поддерживаю чистоту в доме честно 99 комментариев 99 процентов комментариев были положительные и я ждала как обычно и негатив тоже там совсем чуть-чуть был негатив вот но знаете что меня немножко удивило то что люди так застряли застряли внимание на чистоте в доме по мне это так элементарные вещи как утром проснуться умыться и почистить зубы поэтому для меня это элементарно я например грязном грязной квартире жить не смогу это не знаю я человек чисто плотный и я в одной квартире даже жить не смогу человеком который не поддерживает чистоту вот и поступило много вопросов поделиться секретами секретами вот чтобы одержать квартиру в чистоте секретов у меня никаких нет никогда не было я когда-то даже снимала по моим видео про уборку почему я не делаю уборку и так далее я и я не помню уже пару лет назад снимал в начале моего пути на youtube вот есть у меня самое главное правило в жизни вообще чтобы поддерживать доме чистоту и порядок нужно два условия два условия это первая очередь ваш муж должен быть аккуратным таким же аккуратным и любителем чистоты как вы сами аккуратным должен быть что я имею ввиду я например человек такой у меня все вещи лежат каждая вещь лежит на своем месте почему так у меня с мамой моей всегда бывали стычки из-за этого я вещь откуда взяла туда кладу моей мамы этого нет она ее где-то взяла где-то положила а потом полдня будет искать куда она ее положила вот чтобы вот этого не было чтоб полдня не искать где эта вещь всегда кладу вещь на место всегда вот взяла я какие-то ножницы с какой-то полки и шкафчиков на место сразу положила их точно так же я не знаю с носками с книжкой с чем угодно чтобы я не достала нитки иголки все кладется на место на то же самое место где эта вещь всегда лежит вот и муж у меня такой же иногда у него бывает он вещи свои может раскидывать но и я стараюсь на какие-то вещи глаза закрывать но большей степени он у меня мужчина аккуратный за счет этого у нас поддерживается дома порядок вот и второе условие есть в принципе второе тоже я уже озвучила вещи класть всегда надо на свое место все два условия аккуратный муж и второе условие всегда все классное место вот что у меня входит каждодневную уборку что я делаю каждый день что я делаю и раньше всегда каждый день до ремонта на между беременности мою квартиру до ремонта который было чтобы привести порядок каждый день у меня уходил буквально час каждый дневная уборка это у меня влажная уборка пол и пыль это 20 минут не больше потолок 30 минут если меня что-то отвлекло каждый день у меня ванная естественно ванна унитаза раковина это моется каждый день это не значит что я каждый день щеткой и хлоркой это все драю нет я просто проверяю нужно ее сегодня почистить щеточка или нет мы все щеточка не нужно эту тряпочку прочистила это тоже буквально минут 10-15 ну и посуда всегда всегда посуда должна быть вымыта после того как вы поели как бы вам не было лень вы сами себе потом скажете спасибо когда вы через пару часов зайдете на кухню а там в раковине нет горы посуды вы сами себе скажете спасибо что я ее помыла вот вот принципе все секреты вот такая у меня каждодневная уборка у меня на эту уборку сейчас после ремонта в этой квартире уходит 30-40 минут я просыпаюсь пока муж кормит одного из детей второй спит или сын или например у меня сам есть муж кормит дочу они бывают например в спальни все я быстренько помою полы протру полы во всех комнатах спальню не лезу я перед мужем на карачках не ползаю кстати я швабры полу никогда не мой потому что ну не нравится мне швабры мытые полы кто любит пожалуйста я нет я предпочитаю старым классическим способом на карачках вот чтобы я могла все углы тронуть везде пыль собрать вот помою полы протру пыль это буквально здесь 15 минут быстро ванну привела порядок все пошла заниматься кухней завтрак все у меня кухня всегда чистая почему она всегда чистая потому что если я что-то приготовила я во время готовки сразу все вытираю море сразу я не жду пока я полностью все приготовлю чтобы потом все убрать нет сразу все моется сразу все вытирается на печку что-то разлилось во время готовки сразу вытираю приучите себя сразу все убирать и тогда у вас всегда будет в доме идеальный порядок утром проснулись сразу соберите свою постель не оставляйте не оставляйте вот вот я сейчас чуть-чуть там похожу по квартире кофею папе потом застелю нет стали застелили пошли кофеек пить вот все элементарно делаете все сразу и всегда у вас доме будет порядок то же самое у меня например не говорят у тебя двое маленьких детей и дома порядок ты успеваешь двое маленьких детей все что касается детей я то же самое переодеваю их например быстренько сняла всех всю одежду вот здесь вот на пол все выбросила понесла ребенка в ванну душ принял все принесла его обратно быстро быстро в чистенькое одела положила в бассейн играться или к папе в руки вручила пошла вторым заниматься со вторым то же самое проделала собрала всю вот эту грязную одежду сразу стиралку сразу стиралку зачем собирать зачем ну по крайней мере у нас быстро за день все собирается и я могу за день все постирать то же самое подгузники все 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 лежит аккуратно все на своем месте и вы всегда знаете вот сюда я руку протяну вот здесь эта вещь лежит вон туда я руку протяну там эта вещь лежит вам не нужно вот так вот бегать как белка в колесе в поисках вещи снялись с сушилки вещи стиранные детские сложили убрать я не глажу детские вещи я перестала гладить детские вещи точнее я вообще их не гладила я глажу только выходные детские вещи вот которые висят у меня тогда а так детские вещи которые мои дети носят дома я не глажу почему потому что если вы их правильно повесите на сушилку они не будут у вас жеваные вы их правильно повесите как высохли сразу аккуратно сложите они никогда не бывают жеваные не бывают вещи детские гладились тогда когда мы лежали в больнице мама гладила постоянно приносила после того как мы выписались из больницы детские вещи у нас не гладится будь здорово мамины солнышко вот чихает подтверждать вот ну кто-то гладит молодцы молодцы сейчас я перестала кто меня смотрит давно знает что я гладила всю все гладила кроме носков я гладила все вплоть до трусов сейчас на это я не хочу тратить свое время сейчас не глажу постельное белье не глажу я стараюсь постирала его вечером же постелила это же белье и если я его вечером не постелила то сложила аккуратно краешу краешку убрала она бывает очень аккуратно и представляете разглаженная когда вы достаете это экономия времени полотенце тоже уже не глажу просто аккуратно складываю никакой разницы я не заметила между тем что я гладила раньше и что сейчас не глажены почему перестали гладить я гладила все вот вплоть до трусов когда и была беременная тоже когда мы приехали сюда жули чтобы сэкономить ее время и я перестала давать ей наглажку вещи вот домашние вещи какие-то только выходные вещи гладить гладились у нас вот чтобы сэкономить ее время так и осталось я посмотрел это очень удобно очень удобно раньше я гладила занавески все после стирки сейчас выборочно какие-то нужно гладить какие-то не смотришь нас вот просто сами себе мы сами себе можем облегчить труд сами себе найти свободное время не нужно вот тут ковыряться постоянно что-то искать чистить драйт не знаю я могу быстро привести порядок дом но только свой дом чужой нет конечно в чужом доме я не хозяйка поэтому чужом доме раз как бы мне кажется ни одна женщина не сможет навести порядок также быстро как своем вот секретов у меня больше никаких нет я не знаю что вам еще рассказать дети тоже до чистенькие у меня всегда потому что я я ненавижу грязь я ненавижу грязных людей ну что я ненавижу прямо грязных людей но я не хочу иметь дело с грязными людьми я всегда не любила детей от которых пахнет не то что не любила детей от которых пахнет я не понимала родителей у которых дети пахнут нехорошо нехорошо вы сами понимаете как могут пахнуть дети поэтому мои дети ни одного дня не бывает чтобы мой ребенок под краном не был помыт как бы чтобы мой ребенок не принял душ вот чтобы они вкусненько у меня пахли чтобы их детская кожа пахла сама собой вот не молочком каким-то там который куда-то затекло и завоняло не писюльками ничем а именно позже чтобы их пахло вот вот так вот и еще у меня спрашивали чем я стираю детские вещи тем же самым чем стираю и взрослые вещи нет у нас отдельного порошка абсолютно все тем же самым стирается я я хотела приучить своих детей к тому же самому порошку чтобы не было вот это вот это отдельно вот это один это детские вещи что надо отдельным порошком нет у нас такого нет и маршала нормально все моих детей в этом плане ну все мои хорошие не знаю что еще рассказать вот и все секреты принципе никаких секретов солнышко единственное что мне сейчас облегчает мою домашнюю работу домашних опыт и я не готовлю каждый день я готовлю может быть через день может через два свекров приготовить передаю через мужа но нам каждый день готовка и не нужна утром мы позавтракали это турецкий завтрак яйца сварил пожарил все что из холодильники достал обедом что-то перекусил я не знаю и вечером мы можем что-то заказать можем с кафе можем поесть у свекрови можем где-то поесть как это получается так что нам каждый каждый вечер ужин даже готовить не нужно через день через два готовка нам вполне достаточно поэтому наверное у меня как-то вот так складывается что я успеваю поддержать и порядок в доме и как бы за детьми посмотреть пока я успеваю я сейчас секунду я возьму и на ручке и такая зла не будешь смотреть в камеру что вот пока я успеваю мои хорошие я не знаю как будет когда мои дети начнут ползать потом ходить наверное я уже не буду успевать тогда и я найму помощницу пока мне она не нужна если конечно я буду замечать что я устаю я не высыпаюсь тогда я обязательно найму себе человека пока не нужно тем более мои дети по ночам сейчас спят поэтому я высыпаюсь нет такого что я не выспалась уже бывает иногда что приходится просыпаться ночью подходить к ним но это так на 5 на 10 минут и снова ты засыпаешь такого что дети вообще не спят такого нет да мамина что-нибудь скажешь твой нос чешется что скажешь ты скажи что нибудь не надо язык высовывать вот я не люблю вот это высовывание языка это оказывается вот эта привычка высовывание языка и у папы было и в детстве и у тети вот даже на фотографиях там усы крови это увиделся надо же вот гена 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 все-таки делают свое тело она скажи что нибудь а ну скажи же кто там меня не любит или любит мою мамину боська мамина да да конечно ты стоять хочешь да да стоишь да ты деловая колбаса она еще стоять не может но хочет конечно не может куда и стоять еще манюсенька ну ладно мои хорошие закрываясь на этом чтобы слишком длинное не было видео я сама не любитель смотреть длинных видео закрываюсь все всем пока не забываем ставить пальчик вверху да мамину ты будешь маме пальчики кверху ставить будешь маме все пальчики кверху ставить да все 20 пальчиков кверху